Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Мы сегодня опять с вами идём в гости к моей подруге Светлане. Те, кто у меня давно на канале, знают её. Мы летом часто к ней на дачу ходили, даже я уже делала фильм по этому поводу. Участок у нас у всех небольшой, 4 сотки, такой же участок и у неё. И вообще, если вы видите, у нас совершенно заросшее товарищество, очень много деревьев. Это потому, что... Больших деревьев. Это потому, что в основном давали наше товарищество, получали работники... Участки в нашем товариществе получали работники Министерства лесного хозяйства СССР. В своё время это было очень давно, лет 40 тому назад. И, в общем, очень много у нас было работников тогда в лесном хозяйстве. Все хотели получить участки, поэтому участки у нас и получились такие маленькие. И, конечно, все вот эти, кто получал эти участки, работники, они любили лесное хозяйство и старались на своём участке оставить хотя бы кусочки леса. И очень жалели деревья, не вырубали их, не подстригали. И у нас очень большие деревья выросли, огромные сосны, берёзы, ели. Вот мы сейчас проходим мимо участка. И, кстати, под этими... Очень интересный здесь забор. И, кстати, под этими участками, под этими елями, например, делали прекрасные места отдыха. Но вы видели, мы накануне были тоже на одной даче. Там как раз в тени этой огромной ёлки устроено место отдыха. И скачалка, со столом. И вот вы видите, я нашла даже сыроежку. Вообще здесь много грибов. А на участке Светланы мы находили не только подберёзовики, подосиновики, сыроежки, но и очень много белых. Но вы посмотрите, здесь очень большие ели. Она совершенно ничего не трогала. Ну, какие-то вот в начале ёлки она пыталась подстричь макушки. Но дальше ели они ничего не трогали. И поэтому у неё на участке много елей. И они выросли громадные. Просто громадные, вы видите. И весь участок, это у неё, в общем-то, лес. И растительность здесь такая же, которая свойственна лесному участку. Здесь участок находится на склоне. Очень хорошо возревают здесь ягоды, земляника, черника. Как я уже сказала, много грибов. Здесь очень много белок у нас вообще в товариществе, ежей. Ну, в общем, совершенно вот такая вот идиллия. Вот вы видите, большая часть участка заросло Иванда Мария. Очень красиво это всё. Да, кусочки из природы. Светлана работает до сих пор. Поэтому, в общем-то, она работала почти всю жизнь. Решила, что ей некогда этим заниматься, что участок ей нужен для того, чтобы просто приезжать отдыхать. Она очень много работала в лесу, была в экспедициях, много ходила, ездила, уставала. Ну, в общем, она постоянно в движении. А когда уже она ушла с работы, сейчас она уже работает на выставках, то она ездит в путешествиях по всему миру. Ну, и поэтому участок у неё для отдыха. И вам вот это вот близко всё. Хотя цветы тоже есть. Вот у вас пионы. Я смотрю, ещё там грядочки. Собрать, да? И сколько вы собрали литр у себя на участке, да? И сварили уже варенье. Черника, прям ягоды большие. Ну, вот здесь вот что у нас? Барвинок. Да, барвинок тоже вместе с золотарником. Ага. Очень хорошо. Ты посмотри, сколько там ромашек. Да. Это мой бассейн, не получившийся. Вот сюда. Вот черники. Натуральные. Ты посмотри, какие яркие. Да, вот чтобы люди поверили, что здесь у нас черника. И здесь она уже с ягодами. О, скоро вообще вы будете землянику собрали, скоро будете чернику собираются. Собирать чернику. Вот она. Да. Вот какая у меня плантация. Да. Ну, черника. Ну, в принципе, уже, да, скоро уже можно будет собирать. Да, уже можно. Так, и лимонник у вас где-то был. Лимонник у меня был. Это ландыши. Ландыши очень много. Вот опять брусничник у вас здесь. Потому что у вас елки растут. Это мята. Ну, а мы сейчас будем чай пить с вареньем, который вы уже из земляники успели сварить, да? Да. У вас дикая мята, да? Да. Она так выросла, и я ее... И вы тоже ее все это, да, в чай? Да, в чай. Я ее ворвала. Так. Ну, можно отсюда. Вот этот лесной домик. Да, ель у вас высокий, конечно. Вот еще орех маньчжурский. Засними, какой полок такой мне сделал. Орех маньчжурский. Орех маньчжурский. А он огромный, конечно. Огромный. Ведь такой маленький растутый. Гамак. Вот эту баночку из своей земляники Света уже сварила. И мы сейчас будем пить чай из нее. Света, а этот кедр откуда у вас? Кедр я привезла из Бирбиджана. Ну, вы его, наверное, маленьким совсем привезли, да? Да, конечно. Он был маленький, 30 сантиметров. Это был еще только такой маленький отросток, который уже пустил корни в горшке. И вот он вырос за 30 лет выше березы. Правда, он там пробиться не может. Ему надо, чтобы головка была открыта. Тогда он стал бы плодоносить, к сожалению. Ну, вот я вам показала такой интересный... Вот какие бывают участки. Кто-то там трудится на грядках, хоть и лица. Ну, Светлана путешествует. У нее нет времени, она работала, потом путешествовала. А последняя поездка вы где были, Светочка? Последняя поездка в Японию. В Японию? Да. А когда вы были в Японии? Три года назад. А, три года тому назад. Ну, и каково впечатление на вас в Японии произвело? Впечатление очень большое. Во-первых, сама по себе архитектура Японии. А во-вторых, ну, меня произвело впечатление город Токио. Это необыкновенный, конечно, город. Такой город контрастов. Пагоды рядом с небоскребами, которые превосходят, по-моему, даже небоскребы Нью-Йорка. Ну, не было что сравнивать. В Нью-Йорке я побывала тоже, поэтому я восхитилась. Ну, а мне больше понравилось, впечатлилось, вы куда-то ездили не в Перу, не в Перу, а куда вы ездили? В Перу. В Перу, да, вот на эту? На Кубу и в Перу. На Кубу и в Перу, потому что... На Кубу и в Перу, но это было давно. Ну, да, да. Это было уже лет 10 назад. Ну, да, а в Японии, да, недавно. А в Японии это было последнее. Ну, в Финляндии вы тоже были все вот эти страны. Это, да, все скандинавские страны мы одним разом, посетили, Финляндию, Швецию. Да, вот что я забыла. Последнее-то у меня было не Япония, а Шотландия в прошлом, позапрошлом году. А-а. Шотландия. В Шотландии через всю Европу мы ехали на автобусе. Значит, и проехали. Ну, да, в прошлом году вам было некогда. В прошлом году. Вы же осенью замуж вышли, да? Да, в прошлом году у меня была свадебная дела. Да, да. А в этом году пандемия. Пандемия, а так бы куда-нибудь поехали обязательно. Конечно, у меня Австралия в планах. Австралия и Туркмения. Да. А Туркмения это на месте, где умерла моя мама, Байрам Али. Такой известный курорт почечников. Интересно. Свой 85-й год вы, наверное, будете в Туркмении, да, справлять? Скорее всего, в Туркмении. А потом у меня в плане Австралия. Или сначала Австралия? Нет. Я думаю, что сначала в Туркмении, потому что мне надо обязательно там быть. Не только для экскурсий, но и посетить мою маму. Ну, а вы стихи-то пишете до сих пор, да? Нет. Я стихи сейчас не пишу, я больше пишу прозу. А, вы, кстати, рисовали. Шли уроки этого Андреяки по телевизору. И вы вовсю с ним рисовали. И, кстати, вы мне показывали рисунки, но у вас уже, да, с собой нет их. У меня рисунков нет, у меня только есть на смартфоне. Понятно. 20 рисунков выполнили. Несколько цветочных, 4 пейзажных. Очень интересные. Тем более, мне интересно было, что я работала когда-то с Андреякой в его музее на Гороховской. Да, я помню. Да? Вот, и поэтому мне было еще из-за этого интересно. Да, ну, баночка очень хорошая, очень вкусная варенье. Спасибо. Огромная. Очень вкусная. Ой, у вас корень какой. Это я где-то подобрала. Мне он очень нравится. Его можно по-всякому поставить живописно. Да. Можно так. Можно вот так. Да, можно такими лапами. Лапами. На черничное варенье. Ой, как красиво. Варенье. Огонь. Продолжение следует... 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 из-за окна уже будет другой вид вот это еле еще стоит пока